«Старая шутка. Фантастический рассказ». Сергей Сергеевич Бакенбардов, писатель-юморист, сидел за письменным столом и, уставившись глазами в потолок, настраивался на очередной рассказ. «Дайте посмешнее!» — свирепо сказал ему утром редактор. «Тебе легко говорить», — с горечью думал Сергей Сергеевич. «А где я тебе возьму это самое смешное?» «Я, кажется, про все смешное уже написал. Тридцать лет пишу одно смешное, ошалел совсем. А написать все-таки нужно. Ничего не попишешь. Нужно писать». И он снова вперил свой измученный взор в потолок. Вместо хороших тем, свежих эпитетов и оригинальных идей на потолке вертились надоевшие бюрократы, подхалимы и мелкие взяточники. Вся эта нечисть кружилась в каком-то диком хороводе. Прошло несколько минут. Красивые глаза юмориста покрылись туманом, веки сомкнулись, и Сергей Сергеевич начал тихонько посапывать. Часы за стеной пробили полночь. В эту минуту в дверь Сергея Сергеевича постучались. «Кто бы это мог быть?» — подумал он, встрепенувшись. «Петушенко или Крифьюкин? Носит же чертей нелегкое». И он открыл дверь. На пороге стояла женщина. Старая, истрепанная жакетка собачьего меха висела на ней, как на кривом гвозде. Спирально сползавшие чулки и мятая шелковая юбка говорили о длинной, неудачно прожитой жизни. Туалет этот дополняла чудовищная соломенная шляпа, такая неуместная в холодную январскую ночь. Лицо у посетительницы было морщинистое, дряблое, сильно напудренное и нарумяненное. Во рту торчала папироска, а в потухших глазах светилось что-то очень умное и, как ни странно, мучительно знакомое Бакенбардову. «Вы ко мне?» — спросил он неуверенно. «Сергей Сергеевич, можно?» Она смотрела ему прямо в глаза. «Простите», — возразил Бакенбардов, «но я, так сказать, не имею чести». Женщина кокетливо улыбнулась. «Ах, Сергей Сергеевич!» Она игриво погрозила пальчиком. «Забыв, чего вы стали, а ведь вы меня знали, и я когда-то очень нравилась вам». Бакенбардов густо покраснел. «Я женат?» — сказал он строго. «Да, я, к сожалению, женат. То есть, я хотел сказать, к счастью, я женат. И вообще, кто вы такая?» И я, потупившись, проговорила гостья, «Я шутка, Сергей Сергеевич. Сережа, я первая ваша шутка. Ну, помните!» И она улыбнулась очень просто и сердечно. Что-то дрогнуло в душе Бакенбардова. Какие-то неясные воспоминания с силой ударили в сердце. Серебряный весенний дождик зазвенел на булыжных мостовых Москвы и, ступая прямо по голубым зеркалам лужиц, шел в редакцию худенький студент Сережа, прижимая к груди заветную рукопись. Бакенбардов вгляделся в лицо пришелицы и узнал ее. «Вы!» «Вскричал он в волнении. Вы!» «Помню!» «Вы, моя милая, первая тонкая шутка! Что же случилось с вами, моя дорогая?» Женщина горько усмехнулась. «Да, это я!» «Видите, какая неприглядная старость!» «А ведь была когда-то задорная, молодая, оригинальная, а потом познакомилась с вами, юмористами, артистами. И вот полюбуйтесь, до чего дошла!» В голосе ее послышались слезы. «Однако, что же мы стоим?» спохватился Бакенбардов. «Милости прошу, пройдемте. Выпьем чашечку чаю?» «Я не пью», — хрипло ответила гостья. Помолчала и тихонько добавила. «Чая!» «Я не пью!» Бакенбардов поставил на стол вино. Где-то далеко слышалась грустная, щемящая душу мелодия. Это по радио Ойстрах играл Сарасаде. В комнате писателя было тепло и уютно. А за окном, как полагается, выло и стонало вьюга. «Ах, дорогая моя, милая, старая!» «Шутка!» — попросил Бакенбардов. «Расскажите мне всю вашу жизнь!» «Хм, ну что же!» — согласилась гостья. «Спички есть?» Она сгурила. «С чего начать?» Я родилась в 1802 звездочки году. Кто мои родители? Не знаю. Говорят, что однажды в Конке меня случайно обронил какой-то подвыпивший субъект. Во всяком случае, вместе с прогрессом я перекочевала в трамвай. Там, на задней площадке, я познакомилась с одним молодым человеком. Это были вы, Сергей Сергеевич, Серёжа. Что вас покорило тогда во мне? Моя непосредственность? Свежесть? Не знаю. Помню только, что не было лекций, доклада, диспута или простой застольной беседы, куда бы ни брали вы меня с собой. «О, да, я пользовался успехом. Но вы были молод тогда, неопытны и чересчур доверчивы. И, конечно же, меня у вас похитили». Она поминутно чиркала спичками, забывая зажечь погасшую папироску. «О, этот демон, эстрадный фильетонист! Он увёз меня на Дальний Восток. Этот безумец любил меня больше жизни. Да и не мудрено, кроме меня и лакированных ботинок у него ничего не было. И я его за эту любовь кормила. Но счастье не может длиться вечно. Однажды этот жалкий человек проиграл меня в карты начинающему конферансье. Можно ещё и на? Спасибо. А и худой же был тогда этот конферансье, в чём только душа держалась. А теперь он полторы тонны весит, в москвич не влезает. А тогда... А, тогда он вцепился в меня обеими руками и полез в горл. Эрмитаж, Сочи, Ривьера. И всё было бы прекрасно, если бы не брюнетик с бородкой. Он охотился за мной. Что ни день, что ни день, рестораны, шампанское, поездка в Переделкино, Малеевку, то да сё. И незаметно для самой себя я очутилась в его пьесе. Гостья остановилась, и, переведя дыхание, справившись с душившими её слезами, она продолжала. Потом пошло-поехало. Калейдоскоп какой-то. Я побывала в баснях Курчихина, эпиграмма Глазина, в скетчах Фисакова и в частушках Цезаревича. Вы не верите, они торговали мною. Один из них ухитрился продать меня сразу четырём — Мироновой Минакеру, Штепселю и Тарапуньке. «Я так устала!» Она заплакала. Побледневший Бакенбардов нежно гладил её бесцветные, обожжённые завивкой волосы. Неужели это те самые блестящие, роскошные кудри, которыми я когда-то восхищался, подумал он, в том самом стиле, который он так ненавидел? «Послушайте, — сказал он тихо, — а почему бы вам не устроиться в какой-нибудь театр-миниатюр?» «Не хочу! Там с нами ужасно обращаются! Никакого покоя! Сегодня вступай в один спектакль, завтра в другой! А вы идите в кинокомедию!» «Но нет!» — возразила Шутка. «Я на днях смотрела одну такую кинокомедию, заплатила за билет и, как вам показалось, показалось, что очень переплатила!» Она застенчиво посмотрела на Бакенбардова. «Сергей Сергеевич!» — прошептала она, покраснев. «Сережа, милый, верните меня к жизни! Поддержите меня! Впишите меня в свой фельетон!» Бакенбардов просиял и проснулся. Затем он присел к столу, и перо его побежало по бумаге веселой, сноровистой рысью. Продолжение следует...